До революции в мало заселенном и неразвитом экономически Печорском крае было всего 10 школ и 200 учеников. В старейших школах округа и сегодня учатся дети. Сельское приходское училище в селе Вельковисочное стало средней школой, как и Оксинская церковно-приходская школа. Лесозаводская церковно-приходская школа сегодня средняя школа номер два. С образованием в 1929 году Ненецкого национального округа сеть школ расширилась до 19. Через год в них обучалось 800 детей. Детский сад на 30 детей был только один. У истоков развития системы образования округа стоял Иван Павлович Выучейский, первый учитель ненец, первый заведующий окружным отделом образования. Перед ним стояли непростые задачи – ликвидация неграмотности среди населения, организация всеобуча, подготовка кадров. В это время в окружных школах работало 28 учителей со средним образованием. Тогда все было впервые. Педагоги сами разрабатывали методики приема преподавания. Первая учительница Оксинской школы – Елизавета Яковлевна Афанасьева, революционерка ссыльная. Первый директор и учитель первой национальной школы в Тельвиске – Иван Александрович Димов. Ему пришлось разрабатывать свою систему и программу обучения тундровых ребятишек, в большинстве своем не владевших русским языком. За три года работы число его учеников увеличилось в три раза – с 13 до 36 человек. Димов организовал первый интернат для детишек из тундровых стойбищ, разработал систему питания для детей-оленеводов. Знаменита иканинская школа в деревне Киа. В ней учились поэт Алексей Печков, заслуженный учитель Валентина Ханзерова и многие известные лица округа. Параллельно с организацией школ окружной отдел образования стал готовить кадры для социально-экономического развития округа. В 1931 году был открыт Ненецкий комплексный советско-партийный техникум с педагогическим отделением. В 1934 году 16 учителей получили дипломы и стали работать в школах края. В 1932 году был создан первый Ненецкий алфавит. Появилась Ненецкая письменность, в создании которой участвовали Прокофьев, Вербов, Пырьерко, Терещенко. Ненецкий народ получил письменность, печать и литературу на родном языке. В 1935 году образована неполная средняя школа взрослых, позднее вечерняя школа. В 1937 году состоялся первый выпуск средней школы номер один в Наринмаре. С развитием пионерского движения возникает необходимость создания внешкольных учреждений. В 1937 году открывается первое внешкольное учреждение – детская техническая станция. В 1938 году открывается клуб пионеров, заведующий Тебнев Борис Алексеевич. Сейчас это дом детского творчества города Наринмара. В 1939 году открыта средняя школа номер 4. К концу 30-х годов в 40 школах обучалось более 4 тысяч детей. Начальным всеобучим были охвачены почти все подростки округа. Появились пришкольные интернаты, где дети кочевников находились на полном государственном обеспечении. Для взрослого населения в тундре работали красные чумы. Более тысячи дошкольников воспитывались в 18 детских садах. Кроме того, организовано 34 сезонные детские площадки. В военные годы ни одна школа округа не прекратила свою работу. Роль учителя выросла многократно. Педагоги заменяли отцов, ушедших на фронт, и матерей, круглосуточно работавших на нужды фронта. В мае 1944 года открыта санаторно-лесная школа, в которой обучались дети из малоземельской и большеземельской тундр. Преподавание велось на ненецком, а затем на русском языке. В 1946 году в Наринмаре открыта ненецкая школа-интернат. Первым директором вновь образованной базовой ненецкой школы был назначен Авенира Венерович Тарков. Несмотря на трудности тех лет, количество школ увеличилось до 59. В 50-е годы в системе советского образования произошло качественное новое изменение. Вводится обязательное семилетнее образование. В связи с этим учителям предъявляются более высокие профессиональные требования. В ненецком округе переход к всеобщему семилетнему образованию был завершен к концу 50-х годов. Кроме этого, открылись новые учебные заведения – школа номер 5 и детская школа искусств города Наринмара. В профтехучилище началась подготовка молодежи по рабочим профессиям. Ненецкий зоотехникум начал готовить кадры со средним специальным образованием. Открыта средняя школа номер 3 Наринмара. Важные задачи системы народного образования в 60-е годы – повышение качества работы сельской школы, закрепление выпускников на селе, обучение работающей молодежи – в эти годы был осуществлен переход к восьмилетнему образованию. В 70-е годы органам народного образования была поставлена новая задача перейти ко всеобщему среднему десятилетнему образованию и предложено завершить в 1975 году введение новых учебных планов и программ по всем школьным курсам, оборудовать учебные кабинеты, расширить сеть вечерних школ и их филиалов по месту работы молодежи и укрепить их базу. Для роста, квалификации педагогических кадров, повышения их мастерства и творческой инициативы была введена систематическая аттестация учителей, а также установлены звания старший учитель и учитель-методист. В 80-х годах ускоренными темпами идет развитие округа, геологоразведки, транспорта, связей, строительства. В поселке Искатели открыта средняя школа. В 1984 году объявлена школьная реформа, идет поиск новых моделей и путей развития общеобразовательной и профессиональной школы, переход на обучение с шести лет. В эти годы школа становится центром активной воспитательной работы в микрорайоне. В округе идет большая работа по укреплению материально-технической базы, строительству и капитальному ремонту зданий учреждений образования. 90-е годы характеризуются глубокими кардинальными изменениями в жизни страны. Школа, учителя, дети были поставлены в условия выживания и полностью ощутили на себе эпоху перемен. В 1997-1999 годах работает летняя кочевая школа – передвижное учебное заведение для детей и взрослых кочевой общины ЕМПТО. Программу разработала Роза Ивановна Конюкова. В конце 90-х в округе работают филиалы Поморского государственного и Архангельского технического университетов. В наши дни в округе обеспечение устойчивого функционирования и развития системы образования – приоритетное направление государственной политики. Окружное образование представлено всеми видами учебных заведений – дошкольными, школами, организациями профессионального и дополнительного образования. С 2005 года по настоящее время округ активно участвует в реализации приоритетного проекта образования по всем направлениям. Конкурс на лучшую школу. Победители – школа номер 4, город Наринмар, школа-поселка Харута, школа-поселка Красная, ненецкая школа-интернат, школа номер 5, школа-поселка Искателей. Конкурс лучших учителей России. Победители конкурса, их опыт размещен на сайте Ниньского регионального центра развития образования, который был открыт в 2012 году. С 2005 года округ вошел в эксперимент по введению единого государственного экзамена. С 2006 года реализуется программа развития образования в Ниньском автономном округе. С 2010 года началась реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». В округе ведется целенаправленная работа по созданию современных и безопасных условий для обучения и воспитания детей. Организовано бесплатное питание всех обучающихся школ и профессиональных образовательных организаций. Все дети обеспечены бесплатными учебниками, могут бесплатно посещать кружки и секции в школах и организациях дополнительного образования. Оборудованы медицинские кабинеты. За многолетней историей образования округа стоят конкретные люди. Сегодня мы говорим слова благодарности заслуженным учителям, ветеранам педагогического труда, ныне работающим педагогическим работникам. Большой вклад в развитие системы образования внесли работники органов управления образования. За прошедшие годы 20 руководителей возглавляли орган управления образования. И каждый из них внес свою лепту в развитие системы образования округа. Все они люди своего времени. И каждый из них внес свой вклад в развитие системы образования округа. Первым заведующим ОКРАНО был Волчейский Иван Павлович. Его роль велика и неоспорима. Он заложил основы системы образования в округе. Управлением образования руководили Истомин Михаил Михайлович, Филиппов Николай Гаврилович, Рочев Иван Анисимович, Колавангин Александр Юрьевич, Галушина Римма Федоровна. С 1 января 2015 года управление образования становится структурным подразделением Департамента образования, культуры и спорта Нинецкого автономного округа, руководит которым заместитель губернатора Медведева Галина Брониславовна. Перед системой образования стоят новые задачи, новые проблемы, которые предстоит решать. КОНЕЦ